Улица строителей 4Б В реанимации, а вот помощь сегодня потребовалась ей самой. Год назад деньги супруга зависли в Татфонбанке. В этом году выяснилось, что она, как и еще 500 семей, являются должниками по оплате тепла. И вновь все дело в этом же банке. Чтобы вернули нам наши деньги, наши, которые вельки платили, не отрекаются, любя. Отрекаться от жильцов трех общежитий, что в его ведении, начальник жилищно-коммунального управления Иван Панчин не собирается. Но впервые за 18 лет работы в сфере ЖКХ подумывает об уходе. Дальше невозможно так работать. По иронии судьбы, второй Новый год Иван Николаевич решает проблемы с легким паром. 12 декабря 2016 года оплатили почти 600 тысяч рублей за коммунальные услуги через Татфонбанк. Деньги в банк ушли, но по известным причинам до поставщика услуг Татэнерго не дошли. Реакция последнего была жесткой. ЖКВ включили в список злостных неплательщиков. Не беспокоили поставщик и контрольно-надзорные органы только месяц после краха банка. Правительство пообещало, что налоги все будут зачислены, проблем не будет. Но начались угрозы в связи с тем, что они перешли в то, что у нас арестовали счета. Забрали те деньги, которые мы собрали, непосредственно уже начислили за следующий месяц. Два суда жилищно-коммунальное управление выиграло, но налоговая служба снова арестовала счета за неуплату пени. Сейчас юрист управления Марина Костина готовится к очередному суду. На этот раз Статэнерго. Статэнерго нам регулярно присылает письма о задолженности, угрожает тем, что отключат нам горячую воду. Всего в Татфонбанке у ЖКУ пропали 3 миллиона рублей. Полтора миллиона на счете, еще полтора оплата поставщикам за услуги. Мы в какие инстанции только не обращались. Я спросил у Ясени. Обратились в Статэнерго. Я спросил у Осени. Минстрой. Я спросил у Тополя. Затем мы вынуждены просто были обратиться к премьер-министру, значит, и к Миниханову, президенту нашей республики. Соответственно, они отписали в Министерство экономики. В итоге спросили мы. Я спросил у Ясени. Министерство строительства в комментариях нам отказало, обещав высказаться после решения агентства по страхованию вкладов. В Министерстве экономики сообщили, что вопрос этого ЖКУ не в их юридическом поле. В итоге мы узнали позицию ведомств из их ответов ЖКУ. Татэнерго требует погасить задолженность. Министерство экономики отправляет за юридической помощью в рабочую группу по оказанию помощи клиентам банков. Министерство ЖКХ рекомендует обратиться в Республиканский фонд поддержки, а также договориться с Татэнерго с вопросом о реструктуризации долга. Интересна и вот эта переписка Минстроя-Статэнерго, что случайным образом оказалась у героев сюжета, из которой, в общем-то, все становится и понятно. Заместитель генерального директора, директор по реализации тепловой и электрической энергии Зверев Олег Игоревич пишет. Прощать однозначно ничего не будем. Можем не начислять пени и посмотреть по реструктуризации при стопроцентной оплате текущего потребления. Реструктуризация на два года – это фактически повторная оплата. Ильдар Субухангулов один воспитывает троих детей и живет в общежитии. Зарплата сварщика – 20 тысяч рублей. Платежи по коммуналке съедают почти 30%. Вообще непонятная история какая-то. Кто-то там что-то обанкротился, кто-то кого-то там обманул в итоге. Остаются, как всегда, рядовые жильцы в долгу. Повторно проплату какую-то сделать люди, естественно, и не в состоянии, и никто и не собирается этого делать. Расплатиться в итоге не со своими долгами Иван Панчин говорит, похоже, придется. Но не за два, а хотя бы за пять лет, если удастся этот вопрос решить в суде. Собирать деньги жильцов снова отказывается. Меня самого за это посадят, говорит Иван Николаевич. Крик души и у предпринимателя Игоря Жукова. Взял грант на открытие бизнеса в центре занятости. Оплатил часть оборудования поставщику через Татфонбанк. В итоге нет оборудования и нет отчета перед государством. Обратился в министерство экономики, но ответа я от них так не дождался. Еще был у меня запрос в аппарат президента уже Российской Федерации, который запрос они переслали, естественно, сюда, в министерство соцзащиты. От министерства соцзащиты нашего республиканского мне тоже пришел ответ, что по договору все правильно, я все нарушил, то есть я обязан выплатить. Фактически за этот год бизнес его не только не получил развитие, но и вполне возможно окончательно закроется. Впереди арбитражный суд. Вновь ирония судьбы. Не было бы бизнеса, не было бы проблем. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Шансы получить деньги все-таки у Игоря Жукова есть. В республиканском фонде поддержки с 11 ноября начались первые выплаты юридическим лицам в третьей очереди. Суммы требования до 300 тысяч рублей. На данный момент по этому вопросу приняты 600 заявлений от предпринимателей и компании. 5 миллионов рублей уже дошли до адресатор. Сейчас в агентстве по страхованию вкладов находятся документы на переуступку прав требований, уже договоры заключены, на сумму около 17 миллионов рублей. А вообще подали документы порядка на сумму около 80 миллионов рублей. Аналогов этому фонду нет, наверное, потому что аналогичных ситуаций в стране еще не было. Сам фонд был создан по указу президента республики и существует на пожертвования от крупных республиканских компаний. Говоря простым языком, фонд расплачивается с пострадавшими, выкупая их долги у агентства по страхованию вкладов. Возможно, именно создание такого фонда поддержки уже позволило рассчитываться с теми, кто оказался в третьей очереди. Это крик души. Крик души для того, чтобы кто-то пошел на помощь. Неужто не найдется 600 тысяч, грубо говоря, для того, чтобы нас оставить в покое? Нижниканцы в лучшем случае могут рассчитывать лишь на возвращение полутора миллионов рублей, что были на счетах через фонд поддержки. Еще миллион с половиной, что ушло к поставщикам, можно считать пропавшим. Если денег не было на счете, то в реестр агентства по страхованию вкладов они не попали. Нет в реестре, значит нет долга. Поставщикам вот только этого не объяснить. Такая вот юридическая ловушка. Мы пойдем дальше. Мы такую безобразие не отстаивать будем. У Лилии Кобировой в этот Новый год появилась еще одна мечта. И у нее очень красивое и, увы, редкое сегодня имя – Надежда. И опять зачертит ты, и опять завертит мной... И опять завертит мной прошлогоднее уныние и дела зимы иной. И дела зимы иной. Судебный процесс по этому делу состоится 25 декабря. Возможно, он будет первым и последним. Жильцы очень надеются, что по иронии судьбы он не станет для них новогодней трагедией. Светлана Спирина, Андрей Мохов. Семь дней.